Всем привет! Это Люда Йоэси, Нью-Йорк. Возвращаясь из Манхэттена, я в Бруклине. Наконец-то, наконец-то, наконец-то наступает два дня отдыха. Воскресенье сегодня отдых и будет отдых в понедельник. Потому что у нас Memorial Day в понедельник. Так, все-таки я доскажу эту тему. Тема PayPal. PayPal, PayPal, кто как называет. Если вы пользуетесь покупками через онлайн, то многие вещи иногда люди оплачивают с помощью так называемого аккаунта с PayPal. PayPal, PayPal. Не знаю, как точнее сказать. И вот, значит, что делать, если вам приходит письмо? Customer Service PayPal вам присылает письмо. Ваш аккаунт в целях безопасности временно заблокирован. Именно заблокирован. И кликните сюда, чтобы разблокировать. Я получила письмо на работе. Как-то суета какая-то была, не задумывалась. Кликнула. Вот, там спрашивает очень много у вас, которые у меня с собой не было. Пришла домой. Пришла домой и, значит, кликнула снова. И быстро-быстро ответила на все вопросы. Какие-то были вопросы. Ваше имя, фамилия. Да, и переходишь на... Самое-то главное, что ты переходишь на сайт PayPal. Ты переходишь на сайт, ты видишь этот PayPal сайт. Чудесно. Вот, и получается, что даешь свое имя, фамилия, даешь свой раутер, раутер-намбер. Это твоего банка. Даешь свой чекинг-аккаунт-номер. Даешь свой телефон. Потом адрес. Адрес. Ой, адрес. Потом они спрашивают, дебетная или кредитная карточка. Я дала кредитную. Кредитную карточку. Кредит-карт. Номер карточки, expiration и CVV. По-моему, так называется. Это security номер, который... Три циферки на оборотной стороне. CVV. Дала этот CVV. А когда еще входишь, когда первый самый шаг, кликните сюда, в PayPal, ты вносишь еще свой электронный адрес и свой пароль PayPal. Вот. А потом ты переходишь на PayPal сайт и даешь вот эту всю информацию. И в конце, значит, такая идет надпись, что ваш аккаунт разблокирован. В общем, порекомендуете ли вы PayPal кому-нибудь еще? Конечно, порекомендуем. И потом я пошла, хватило же ума пойти на PayPal. Так вот, вопрос такой. Если вам приходит такое письмо, и вам говорят, что ваш аккаунт заблокирован, и идите по ссылке, что надо делать в такой ситуации, надо делать ничего. И полетить, полетить на свой PayPal и посмотреть. Я даже не представляю, как я могла сделать такую глупость, что я дала всю-всю информацию. Это вообще, это вообще. И потом мне хватило ума пойти на PayPal. И когда уже PayPal запросила внести электронный адрес и свой пароль, то тут мне уже все стало ясно сразу. Потому что я вдруг поняла, что когда мне письмо пришло, оно пришло не на мой электронный адрес. Оно пришло на вообще совершенно другой электронный адрес, которым я не пользуюсь. И когда я еще вводила пароль, я еще удивилась, что я так быстро попала на PayPal. Потому что обычно у меня всегда разные пароли везде, и я, в общем-то, путаюсь с этими паролями, и с третьей попытки только попадаю. А тут я сразу попала. Я еще удивилась, как быстро. Вот. В общем, иду на PayPal, вношу электронный адрес, пароль, и иду там в Customer Service, там или Help, или что там у них есть, и вижу телефон. И я набираю этот телефон, и мне ответили, ну, выхожу на живого человека, после долгого разговора с роботом. Здесь, кстати, долго-долго всегда разговариваешь с роботами, перед тем, как попасть на живого человека. Попала, наконец-то. И вот, кстати, нормальные дома, видите, у нас тут не только частный сектор. Вот всякие есть домики. Вот билдинги, пожалуйста. Мой район, билдинги всякие. Вот, попадаю на живого человека. Говорю, так и так. Она говорит, нет, с вашим аккаунтом было все в порядке. Ничего не было заблокировано. Ой, и я сижу и думаю, ну, как я могла сделать такую глупость? Как я могла сделать такую глупость? Написано Customer Service, ну и что? Надо же было сначала пойти на PayPal и посмотреть, что там. Ой, ну это вообще, конечно, ну это вообще. И вот так легко и просто ты отдаешь все свои данные. Все свои данные. Ну, сразу я позвонила в кредитку, в кредитную карту. Сказала, что так и так. Я все явки и пароли отдала. Кредитную карточку надо закрыть. Они сказали, прекрасно все, никаких проблем. Мы вам пришлем через день. Вот сегодня я звоню вечером, вечером было. А не завтра, а послезавтрака. Он придет с Фидекс, по-моему, мне прислал. В общем, придет карточка. Действительно пришла. Потом, значит, я сижу, думаю. Пошла на PayPal. Поменяла на всякий случай пароль. Убрала на всякий случай, на кредитку, я понятный, я там убрала. Во всякий случай, убрала свой чекинг-аккаунт. Чекинг-аккаунт оттуда убрала. Но, думаю, как они могут воспользоваться моей информацией, зная, ну, раутер, по-моему, так называется, раутинг номер. Не знаю. Если ошибусь, я знаю, что раутер это, который, прибор, который распространяет Wi-Fi, который отвечает за Wi-Fi в квартире, но, не знаю, не помню, как называется этот номер, который присвоен каждому банку. Каждого банка свой вот этот номер. Этот номер не секретный, его легко найти в интернете. А вот своего чекинг-аккаунт номер я дала. Хорошо, думаю, как можно воспользоваться этим номером. Ой, стоит ли мне менять этот номер? Стоит ли мне менять этот аккаунт, закрывать этот чекинг, открывать другой? Это целое дело. Потому что я с этим уже сталкивалась в прошлом летом. У меня... Сейчас расскажу эту историю. Ну, в общем-то, все платежи, все платежи у меня идут на вот этот вот мой чекинг-аккаунт. Зарплата туда идет. И если закрывать его, ну, это проблемно. Это нужно мне вот сейчас сообщать в биллинговый департмент там на специальную форму. В биллинг-департмент не дозвониться. Нужно форму заполнять новую. Ну, в общем, не знаю. Целое дело. Стала сидеть, думать. Потом же у меня две работы. Вот. И надо туда, и туда. Ну, в общем, не знаю. Стала сидеть, думать. Как вообще может... Как могут мошенники воспользоваться этой информацией. Только так, как воспользовались прошлым летом. Но прошлым летом, скажем, там, до прошлого лета я никому не давала свой чекинг-номер, но они воспользовались. То есть, значит, при большом желании каким-то образом эта информация продается. Как воспользовались? Воспользовались так, значит. Сначала мне позвонили из банка, не помню откуда, и сказали, что по-моему, вас хотят обмануть. Кто-то потерял очищенчик. Или что такое? Что-то потерял, видите, человек. И почему-то на нем куча-куча всяких красненьких таких вот букарашечек ползает. Почему-то они его облюбовали. Вот. Значит, как можно воспользоваться? Да, позвонили сначала из банка и сказали, по-моему, значит, у вас фрод какой-то пытаются обман сделать. И я говорю, да-да-да, я никому никакие чеки не давала. Это не мои чеки. То есть обналичить пытаются чеки. Они сказали, не волнуйтесь, мы ничего не обналичили. Хорошо, иду в свой банк, и там Телор, молодой человек, он мне предложил вариант закрыть мой счет. Но для меня это было неприемлемо, потому что я говорю, ой, ну мне там три работы, три рабочих места, и нужно всем сейчас звонить, как они, куда пойдут мои платежи, вот, куда пойдет моя зарплата, если сейчас закроем мы этот счет. Оказывается, есть еще вариант, что закрыть на выход, на выход денег. На вход сохраняется, а вот на выход снять деньги невозможно. Вот есть такая опция. Он мне эту опцию не предложил. Потом эта опция была осуществлена, но уже было поздно. Вот, и еще, допустим, как мне потом сделали. Да, ну хорошо, по порядку. Потом звонок от какого-то аптекаря, и говорит, ну не аптекаря, а какой-то человек, который медицинское обслуживание, какие-то медицинские препараты, медицинский сэплай. И он говорит, в общем, как-то от вас какие-то два счета. Вы выписывали? Я говорю, нет, нет, никакие я не выписывала. Нет, это не я, это обман. Хорошо. Значит, все равно сижу, жду до победного конца. И, наконец, вот не помню уже как, увидела, что ли, онлайн. В общем, два чека, как будто бы мои чеки. Нарисованные, конечно, не мои чеки, а нарисованные. И с подписью стоит моя подпись. Но это не моя подпись. Совсем не моя подпись. И даже не похожа на мою совсем. Но как будто бы... То есть мне с моего аккаунта сняли по... В общем, не помню точно. Память прям вообще никакая. Ну, где-то, наверное, по 500 в общей сложности. 300-400. Ну, не помню. Ну, сняли два чека. И как будто бы мне уже с моего учета сняли. И как будто бы даже уже фотокопия. Ну, так делают. Фотокопия твоего чека. Вот. Вижу копию как бы своего чека, который, конечно же, не мой. И никому я ничего не выписывала. И подпись не моя. Ну, все. Тогда я уже срочно звоню. И вот мне, бамс, все позакрывали. Все позакрывали. Потом я иду в банк. Открыли один счет. И вот, по-моему, тогда мне было сказано, что вообще-то есть опция, когда закрыть только на... закрыть только на... выход денег. На вход деньги поступают, а вот на выход закрывается. Ну, все уже. Значит, открывают мне второй счет, чекинг. Вот тот, который я сдала сейчас партизанам. И написала там большую... Ну, какую-то форму. Заполняешь эту форму и все пишешь, что ты не знаешь, кого подозревать, что никто из близких не мог так сделать. И никого ты не знаешь. И подпись не твоя. И никому ты чеки не выписывала. Ну, и все такое. И ну, там через месяц, через полтора мне деньги вернули. С нечто подобным я сталкивалась лет восемь назад. Ну, тогда, как говорится, грабанули многих. Вот тогда я помню, что это было тысяча. Пятьсот долларов ушло с чекинг-аккаунта. Ну, то есть, это дебетный счет. так он, по-моему, называется. И пятьсот долларов ушло с сейвинг-аккаунта, с накопительного счета. Вот. И тогда тоже какая-то форма была. И тоже я звонила. И, в общем-то, деньги вернули. Тогда вот я, конечно, была в шоке, потому что я не знала, вернут ли вернут. И мне мой знакомый сказал, да не успокойся, всем возвращают, это не ты одна. Поменяли нам всем карточки. Такой был массовый, ну, массовое изменение карточек. Ну, да, вернули, вернули деньги. Банк вернул. И в этот раз вернул, в этот раз вернул. Ну, вот, то есть, получается, я сейчас сижу и думаю, ведь это же не просто так надо нарисовать твой чек и написать там твое имя, фамилию и так далее. Видимо, уже какая-то информация тогда мошенникам была дана, непонятно кем. Я так предполагаю, что вот когда ходишь по собеседованиям, ну, как бы один из вариантов, когда ходишь по собеседованиям по разным компаниям, которые посредники, ищут тебе работу, там они, в принципе, просят не все, но некоторые. Хотя, я теперь уже думаю, что так не должно быть. Если тебя устраивает посредник, почему он должен еще запрашивать твои данные? Они просят void check. То есть, даешь им просто свой чек и пишешь на нем void. То есть, воспользоваться им нельзя. Но данные-то на нем твои. И, в принципе, так чисто теоретически, эта информация может быть продана очень запросто даже. Наверняка, она где-то хранится в компьютере, и наверняка там я прихожу не одна, а еще какие-то десятки, сотни человек. И, в принципе, все это можно продать. Хотя это дело подсудное и подлежит заключению, тюремному заключению. Но вот люди так рискуют. Не знаю. Это одно из предположений. Как еще может моя информация попасть? Потому что я чек свой даю только при оплате квартиры, которую я снимаю. Так что же это получается? Мой менеджмент, что ли, продает эту информацию? Ну, это же вообще глупость какая-то. Больше делать нечего. Но... Хотя, кто его знает? У нас менеджмент такой не ахти, не ахти. Ну, вот. Хорошо. Значит, так мало воспользоваться информацией, мало иметь этот... эти цифры. Надо же еще найти, кто обналичит этот счет. Обналичит этот фальшивый чек, нарисованный, напечатанный на хорошем принтере. Не знаю, как они делают эти чеки. Но надо прийти, чтобы пришел человек с фальшивым чеком в банк, как бы с моим в кавычках, фальшивым чеком в банк. И надо, чтобы Теллор дал эти деньги вместо того, чтобы вызвать охрану. Вот это вот такой вот как бы получается не такой уж простой путь. То есть в этом мошенничественном кругу должно быть кто напечатает, кто пойдет и кто выдаст. То есть человек за окошком он должен выдать на фальшивый чек, деньги. Вот это тоже даже когда я писала и первый раз, и второй и вот эти формы заполняла, они должны делать инвестигейшн. Они должны расследование сделать. Кто, где, когда, обналичен вообще. И Теллор, который дает деньги, он тоже рискует. Он рискует не только потерей работы, но и своей свободой. Ну вот я не знаю. И я поэтому с карточкой вопрос, с кредитной карточкой вопрос решила, с Пейпалом я вопрос решила, но вот не знаю, меняет ли мне чекинг-аккаунт, потому что для меня это не так просто, как менять карточку кредитную. Кредитную без проблем карточка меняется. А вот как поменять мне чекинг-аккаунт, только из-за того, что туда поступают деньги мои, зарплата. и не так это просто. Не так это просто решается. Поэтому я решила ждать и онлайн смотреть. Как только будет какой-то сигнал, то, конечно же, я поменяю. Еще такой момент, что я на чекинг-аккаунте не храню много денег. Я с него сразу перебрасываю на сейвинг или закрываю свои кредитки очень быстро. Если на кредитках накапливается, хотя бы немного там у меня, я сразу раз-раз и закрываю все долги по кредиткам. Я уже по поводу кредиток делала свое видео, что я не накапливаю. Я сразу закрываю и поэтому у меня никаких процентов нет. Ни годовых процентов, ни ежемесячных процентов у меня нет. Потому что сразу мне накапливается, я сразу закрываю. Хотя там надо раз, надо закрывать раз, по-моему, в месяц или там раз, не знаю, я закрываю очень быстро. Вот. Если у кого-то есть какие-то такие соображения по поводу, как могут воспользоваться информации, зная номер счета на чекинг аккаунт, дебетный он счет или чековый счет, дебетный счет, не знаю, как он называется. Ну, чекинг аккаунт, но как вот сказать по-русски. Ну, в общем, тот, с которого легко и просто снимаются деньги. Не знаю, как бы та сумма, которой ты распоряжаешься, этот счет, которым ты распоряжаешься, хотя ты можешь и с севинга снимать, не знаю, и с севинга и тоже запросто ты можешь снимать. Но с севинга ты не можешь прийти, вот как, наверное, он в дебетный счет, потому что с севинга ты тоже можешь снимать, но ты не можешь прийти и с помощью карточки снять. Твоя карточка, дебетная карточка, вот, она привязана только к чекинг аккаунту. К севингу, к накопительному счету дебетная карточка не привязана. То есть, с него можно снять только если ты приходишь в банк и говоришь, дайте мне деньги вот с этого счета. И, наверное, еще когда берешь, да, и когда еще вот эта вот ATM машина, когда ты приходишь с ATM машины, ты выбираешь, с какого счета снять. И как бы снимаешь с севинга аккаунта. А вот карточка привязана, дебетная карточка, она привязана только вот к этому чекинговому счету или дебетному счету. Вот если кто-то знает, как вот стоит ли мне, как говорится, пороть горячку и срочно менять этот счет или все-таки подождать, что, может быть, это не настолько опасно, даже если у людей есть эта информация у каких-то мошенников. Потому что чисто теоретически эта информация может быть узнана другим путем. когда кто-то какой-то чек кому-то отправил. Ну, люди же чеками-то вот направо-налево некоторые разбрасываются. И эти чеки, я-то не разбрасываюсь, потому что я плачу в основном только вот за билдинг, скажем, чеком. А так ведь больше никуда. А есть люди, которые тем отдали чек, тем отдали чек, тем отдали чек. То есть, в принципе, на чеке есть твой номер. И, в принципе, любой может этим номером воспользоваться. Ну, чисто теоретически. И кому угодно продать этот номер. То есть, не так, так по-другому. Эта информация, она может где-то запросто попасть в руки мошенников. Вот. И люди же расплачиваются, пошли туда, расплатились чеком, там чеком, там чеком. То есть, эта информация, она может гулять запросто. То есть, надо ли менять мне сейчас вот этот номер. Не номер, а вообще закрывать мой чекинговый счет и открывать новый чекинговый счет. Вот если кто знает, скажите мне, пожалуйста. Я надеюсь, что мое видео будет полезно, потому что, вот видите, как, ну, это вообще, я уже стрелянный воробей. Стрелянный воробей. И с этими так называемыми называемыми фальшивыми АРС я сталкивалась. Три захода у нас тут было в Америке. Первый заход позвонил. То есть, я хочу сказать, что я уже стрелянный воробей, и надо же мне так было попасться в этот раз. А вот с АРС, ну, это, по-моему, уже знают все. Это уже знают все. Звонят и говорят, что это налоговая, что у вас вот неправильно было подсчитано, что получали ли вы наши бумаги по почте. По почте. Конечно, у человека, когда он получает звонок от АРС, наступает легкая паника. И говорят, что у вас все, последний день, сегодня, там чуть ли не последний час. Я говорю, нет, ничего не получала, по почте мне ничего не приходило. Вот номер вашего дела, вот я сотрудник налоговой службы, я сотрудник АРС, вот, вам нужно оплатить, у вас, значит, есть вариант штраф, или же ваше дело, ну, там не знаю, куда отправляется, но чуть ли не, все, судебное разбирательство с вашим делом, потому что вы не оплатили вот ту сумму, которая вам якобы неправильно была подсчитана при подаче налоговой декларации в начале года за предыдущий год. Как всегда, мы подаем где-то в феврале, в марте за предыдущий год мы подаем, мы делаем аджастмент налогов. Налоги мы платим в течение года, но первые три месяца, январь, февраль, март, до 15 апреля нам дается такая возможность, как бы сделать урегулирование, потому что либо ты больше переплатил, либо ты меньше переплатил. И специальный человек помогает тебе сделать вот это вот отрегулирование, или ты сам через интернет, но это как бы сложноватенько. Хотя некоторые сами делают. Ну вот, и якобы тебе неправильно это сделали, якобы. Ну, первый раз у меня была такая паника, и я говорю, подождите, подождите, что, как, я ничего не получала. Она говорит, вот вам, не помню, какую она мне цифру назвала, с цифрами, мне не очень, как-то, три тысячи, что ли, она мне сказала, пять тысяч, ну, какую-то она зламила цифру. Вот, и она сказала, что вы можете выписать счет вот сейчас прямо, чек, вот чек, чек как раз, вы можете чек, можете в какой-то карточке, начала какую-то говорить ерунду, не ерунду, вернее, а как мне можно, я вот, она как бы не очень понятно объяснила, как я могу оплатить, но я уже сразу спохватилась, когда она сказала, что, если я не заплачу, я буду арестована, что прямо сейчас придет полиция и меня арестует. Тут у меня щелкнуло в голове. Вот, если бы она этого не сказала, я бы еще, может быть, стала бы выяснять, как мне оплатить эти неправильно подсчитанные налоги. Но, когда она сказала про полицию, тут я взяла второй телефон, набрала 911, поставила на громкую связь и сказала, сэр, этому человеку, сэр, послушайте наш разговор, мне грозят не грозят арестом, что вы по этому поводу думаете. И он сразу сказал, видать, ему это уже не первый раз, он говорит, ой, повеси трубку, не разговаривай, это обманщики. Ну, все, хорошо. Вот, и потом, когда, конечно, потом я написала в фейсбуке, и мне много очень народу написала что проходили это все. Это была первая волна, это было не очень известно, это была совершенно не очень известная ситуация. Но это было, не знаю, года 3-4 назад, наверное, мне кажется. Потом была вторая волна, и в этом году третья. Ну, когда мне позвонили мои сотрудники Айрэ, я сказала, отстаньте от меня, leave me alone, все, повесила трубку. Интересно, что моя одна знакомая рассказала, что девушка вот сейчас, вот сейчас, вот в этом году или в прошлом году так попала, что она отдала, не знаю, какие-то огромные, огромные цифры. Я уже не помню, сколько она сказала, но она отдала все свои сбережения, потому что ей угрожали полиция, ей угрожали судом, ей угрожали арестом. И она вот поверила. И это было вот, вот как раз, видите, какие у нас билдинги, чтобы вы не думали, что я только в частном секторе брожу. Вот, пожалуйста. Вот. И я, конечно, ахнула, я сказала, ну как можно, потому что это уже третья волна. В этом году уже знали все. Об этом предупреждали все средства массовой информации. Это где только не звучало. Во всех соцсетях. Все вот эти наши, которые нам делают налоги, они нам прислали письма. Они прислали нам письма. Да, потом, когда первый раз это со мной случилось, я сразу позвонила вот туда, в свою контору, которая мне делает налоги, помогает сделать adjustment налогов. И они сказали, ой, ну это уже просто шквал идет, звонков нам. Вот, они уже устали отвечать. Так это было 3-4 года назад, мне кажется, может быть, даже больше. А вот в этом году, вот в 16-м, там это, это уже была третья волна, как бы, не знаю, уже таких не осталось, кто не знает. Но эта девушка почему-то оказалась в числе тех, которые не знала, не знала. И у нее такое еще произошло, что у нее была, у нее совпало, у нее была реальная, какая-то неправильно подсчитанная ситуация. Ей действительно, за несколько месяцев до этого, АРС, настоящий АРС. Они работают только по почте. Они никому никогда ничего не звонят. Никому, ни от кого никакие деньги не требуют. Они звонят, они пишут письмо. А там уже, в общем-то, короче, идет сначала общение по бумажной. Бумажная такая идет. Бумажная. А потом уже там нужно сделать вот этот аджастмент, и ты можешь сделать это через своего бухгалтера, налогового бухгалтера ты можешь сделать. Вот. И у нее так совпало, что ей пришла какая-то сумма незначительная, там, может быть, 40 долларов. Вот этот вот реальный АРС. И когда спустя там 2-3 месяца ей позвонили уже фиктивные АРС, это упало на благодатную почву. И на какие-то космическим отдала деньги, там, 20 тысяч с лишним, что ли. И вообще этот платеж осуществлялся, ну, чуть ли не, ну, вообще каким-то просто нереальным путем, через какую-то там гифт-карт, через какую-то подарочную карточку вообще. Ну, то есть это деньги ушли, деньги она потеряла. Вот так вот, понимаете, поэтому вообще знание это сила, знание это сила. Если ты располагаешь знаниями, ты как бы защищен. Я не знаю, есть ли кто еще, который не знает про это, ну, вот я сообщаю. И вот, а вот с этим, конечно, я попалась. Вот с этим я попалась, то, что мне пришло по литурной почте. И я уже привыкла, что такие вот как бы скамеры, они идут все-таки у меня в основном в скам, в спам почту. А тут они пришли как бы и вот именно что кастомер-сервис, PayPal, там, как они это сделали, я не знаю, как будто подаешь на PayPal аккаунт. В общем, если кто располагает информацией, как могут воспользоваться и надо ли мне менять мой чекинг-аккаунт, может быть, не надо, то дайте знать. Ну, всем пока, хорошего воскресенья, а всем, кто празднует Memorial Day, хороших два выходных.